С вами новости спорта и я Марина Азябина. Здравствуйте! В Ижевск из американского Гринвилля прибыли наконец-то медалисты чемпионата мира по паровелоспорту Арслан Гельмудинов, Сергей Пудов, а также их наставник Юрий Митриченко. Они из штатов привезли три награды серебряного и бронзового достоинства. Хронология американского успеха прямо сейчас. Не зря пахали, а Арслан и Сергей терпели запредельные нагрузки. Не видели месяцами родных и друзей. Все ради вот этих медалей, заработанных на планетарном форуме потом и кровью. Делаю я в первую очередь для своих сыновей, чтобы они, видя своего отца каждый день, когда я встаю, когда я одеваю свои ноги, когда я начинаю передвигаться и так далее, что во мне есть тот стержень, к которому нужно стремиться. И вот этим самым, вот этими всеми тренировками, своими выигранными медалями, победами, да, я хочу просто им, чтобы они видели и шли тоже к этому, и чтобы заряжать их позитивами. Сомнений в том, что награды будут, у ребят не было. Они шли к этому вместе со своим наставником Юрием Митриченко целенаправленно и планомерно в течение трех последних лет. И сегодня оба спортсмена счастливы. Задачи все на сезон они выполнили. Когда я поднимался первый раз, я был очень рад, что наконец-то эта медаль с чемпионата мира, она меня вдохновила на будущее, как бы мотивировала. Хоть даже и не золото, но все равно. Сезон закончили с медалями, будем так говорить. Провели гору работы. Результат есть, удовлетворение как тренера, естественно, есть. За эти медали для страны и республики Гельмудинов и Пудов получат заслуженные награды. За серебро 750 тысяч рублей, за бронзу 500. Ну а самое главное, оба еще на один шаг приблизились к своей мечте – паралимпийским играм в Рио. Сейчас у меня уже никаких сомнений абсолютно нет, что паралимпиада в Бразилии, как бы она для нас не закрыта. То есть ребята готовы, готовы на самом высоком уровне. И я очень надеюсь, что этот результат, ну скажем так, очередная ступень в достижении поставленных целей. Впереди паралимпийские игры, на что ребята, собственно, готовы и способны. И дай бог, чтобы у них все получилось. Сейчас у ребят отдых, а в октябре они будут вновь выступать, но уже на треке. А теперь вместе с других спортивных арен. В Италии на международной многодневке Джиро де Фриули отличился наш земляк Сергей Шилов. На втором этапе он занял четвертое место, финишировав с тем же временем, что и победитель этапа итальянец Рикардо Печетто. В генеральной классификации Сергей пока седьмой, впереди еще два этапа. Отлично выступила на Европейском форуме по русским шашкам в Болгарии ижевчанка Анастасия Архангельская. В быстрой и молниеносной программе она поделила на планетарном турнире третье и пятое места. В основной выиграла бронзу. Мы поздравляем спортсменку. Выступает неплохо на мировом форуме в Польше ижевчанин Максим Кустов. Наш пятибоец был десятым в эстафете, а накануне в личном он успешно прошел полуфинальную стадию и пробился в финал планетарного форума, где будет еще с тремя россиянами бороться за медали. Старт завтра. В Ужевске продолжаются игры претезонного турнира по баскетболу «Открытый Кубок Удмуртии». Хозяева паркета из команды «Купол» родники накануне провели свою вторую встречу и одержали первую победу. Поверженным оказался клуб «Иркут» из Иркутска 70-66. Самыми результативными в составе «Жевчан» стали Филипп Стародумов и Вячеслав Варанчихин. В эти минуты наша команда играет с казахским капшагаем. Гимнастика, легкая и тяжелоатлетика, гири – все это детали нового силового экстрима – кроссфита. Его суть – физическое развитие атлета сразу по нескольким направлениям. Соревнования по столь необычной дисциплине традиционно вызывают интерес у «Ижевчан». Вот и в этот раз на первенстве «Динамо» зрителей собралось немало. Смотрим сюжет. Этот старт специально приурочили к открытию нового тренажерного зала. Заниматься в нем любителям здорового образа жизни будет комфортно, особенно кроссфитам. Кроссфит – за ним будущее. Во всем мире кроссфит развивается семейными шагами. Я считаю, что для молодежи это самый гармоничный вид спорта. Пять подтягиваний, десять пересетаний со штангой, десять махов гири каждой рукой. Далее прыжки на тумбу и вновь все то же самое по кругу на скорость 5-6 раз. Экстремальная система тренировки. Цель – развитие силы, мощи, скорости. Поэтому кроссфит применяется в подготовке силовых структур от пожарных частей до спецназа. А если речь о любительском уровне, то начать можно в любом возрасте. И базовые навыки не имеют значения. Это постоянное разнообразие, нет никакой рутины. И человек развивается всесторонне, физически развивается. То есть развиваются все основные качества физические. Главная цель кроссфита – это быть здоровым, счастливым, жить долго и счастливо. Я хочу сказать, что в кроссфите нет кратковременных целей, таких как, например, сбросить вес или что-то временное. То есть я считаю, что это на всю жизнь. Кроссфит позволяет достичь за минимальный срок максимальную форму сбросить вес, укрепить мышцы, откорректировать фигуру. Ну а спортивный бонус – красивая фигура. Вы станете сильнее, быстрее. И в завершении выпуска традиционный анонс выходных дней. На этом я с вами прощаюсь. Удачных выходных дней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok